Всем привет! В комментариях под прошлым видео было много просьб побольше рассказать про саму игру, так что мы решили посвятить вас в то, как мы выстраиваем нарратив. Как и в классических сурвайвл-хоррорах, мы используем записки для представления сюжета и лора. Для подачи записок мы используем систему взаимодействия с интерактивными объектами. Она уже знакома многим поклонникам жанра, и в своем проекте мы сильно улучшили ее по сравнению с тем, что мы делали раньше. Конечно, не все записки рассказывают основной сюжет, но многим игрокам будет интересно их найти как дополнительный источник информации про мир и окружение. Все они выполнены в уникальном стиле и в двух локализациях. Чтобы игрок не пропустил важные записки, мы выделяем их светом и звуком. Внимательный игрок сможет найти больше информации, осматривая объекты со всех сторон. Впрочем, некоторые записки временны. На том же месте, скажем, вместо газеты, игрока может встречать уже полноценный персонаж. К сожалению, разработка персонажей – ресурсозатратное занятие, поэтому полноценные диалоги придется немного подождать. Кроме записок, игрок может получить информацию множеством других способов. Прослушивая автоответчик, смотря телевизор или просто обзванивая соседей. Впрочем, не всегда. Для подачи информации мы пригласили поучаствовать в проекте профессиональных актеров, развернув студию прямо в квартире. Все реплики мы записываем на двух языках. Землетрясения произошли в Загорской области утром 6 октября, сообщило региональное управление МЧС. Также подачу информации мы стараемся сделать разными способами. При этом мы обучаем игрока использовать интерактивное окружение. Использование источников света не только дает возможность увидеть сокрытое, но и поможет в столкновениях с монстрами. На этом пока все. Как обычно, мы прислушиваемся к вашим идеям и критике. Не раз звучала просьба о видеодневнике касательно звука, так что, возможно, именно это станет темой следующего ролика. Всем спасибо за внимание и не забывайте подписываться. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!